Фантазия и творчество детей для светлого будущего. В Янецкий округ приехала группа норвежских художников и детей. Гости из Скандинавии, участники международного проекта, который стартовал в Тунисе и продолжился в Шри-Ланке, Франции, России, Болгарии, Норвегии и Финляндии. Где-то на юге может находится такая зелёная-зелёная травка. И дорога на ней означает вечность. Таким ярким и простым видится мир ученицам ненецкой школы имени Пырерка. На полотне нет ничего лишнего. Небо, земля, горизонт, солнце. И нет просветов и белых пятен. Таковы условия организаторов творческого проекта «Дети во имя мира». Мы предлагаем детям после короткой минутки вдохновения, когда мы разговариваем о том, что они чувствуют, что они хотят выразить, мы даём им возможность каждому на холсту выразить свои чувства по отношению к миру. Что значит мир для них? Потому что они могут это сделать метафорически и с помощью разных цветов выразить свои чувства. Необычная идея собирать рисунки детей со всего мира принадлежит художнице и маме семерых детей. Вместе с группой единомышленников, таких же, как она, космополитов, Кэтрин ездит по странам. За много лет существования проекта удалось организовать творческие мастер-классы в Тунисе, Болгарии, Шри-Ланке, Португалии, Франции, Польше, странах Скандинавии. Художники считают, только дети способны изобразить чистоту мира, не нарушенную взрослым мировоззрением, и неважно, в какой стране проживает ребёнок. На полотнах норвежских детей, которые приехали вместе с художниками, схожие с российскими ровесниками рисунки. Пейзажи родных просторов, северная природа, знакомые и выдуманные сюжеты. Здесь где-то звёзды будут, здесь горы, здесь озеро. Это какая-то новая картинка? Нет, не видела. После мастер-класса картины юных граждан мира в Нарьенмаре не останутся. У авторов проекта есть традиция – обмениваться рисунками между странами. Художественные лозунги детей выставляются в общественных местах – аэропортах, автобусных остановках, школах и ратушах. Особенно важно, по мнению Кэтрин, выставлять работы детей в административных зданиях, там, где рождаются политические идеи и решаются вопросы войны и мира.